Среди прочего, появился Лавров в информационном пространстве и сказал тоже несколько абсолютно диких вещей. Вот первое, он говорит о следующем, значит, речи о переговорах с Зеленским быть не может. По словам Лаврова, Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам, но пока их не было. Также он заявил, что Россия требует честного разговора с Западом. Конец цитаты. Я правильно понимаю, что Россия фактически вот сегодня, а раньше они заявляли о том, что там главная цель усадить Киев за стол переговоров. Сегодня, насколько я понимаю, они от этой цели отошли и отказались. Хотя ракетные удары по Киеву, по другим городам в том числе, свидетельствуют в том числе об обратном, что никаких мирных переговоров они не хотят. Но все же, правильно я понимаю, что в этом смысле точка, и они делают ставку на Запад с тем, чтобы Запад, возможно, как им кажется уместным, оказывал бы какое-то давление на Украину. Ну и честный, значит, как он говорит, честный разговор. Честный разговор это что, по мнению Путина, Лаврова и прочих? Отказаться от территории Украины или что? Юрий, вы хотите, чтобы я объяснил, как КГБшник хочет иметь честный разговор? Я думаю, ваши родители, мои родители, те, которые прошли через это в Советском Союзе, да, давайте зайдем в КГБ и будем иметь честный разговор. Они же честные ребята у нас, и все, они хотят честно-честно с вами поговорить, потом поставить к стенке и пустить пулю в затылок. Это будет честно. Вот для него, в его менталитете, это честно. Так скажу словами генерала Лебедя, это у него ум такой, понимаете, ум такой у него. И вы ничего тут поделать не сможете, но он делает то, что срабатывало до этого. Ведь до этого срабатывало все, что Запад принуждал Украину сесть за стол переговоров. Они все время говорят, мы за мир, надо, чтобы мир, надо остановить войну. Надо, знаете, вот я участвовал в демонстрировании, где я выкрикнул не остановить войну, а победить войну. Мне сказали, это нет, надо остановить войну. Конечно же, это срабатывало и с Макроном, и с президентом Байденом, и до сих пор, что надо садиться и в конце концов имеют переговоры. Сегодня они тоже продолжают говорить, что надо все равно переговоры, но уже риторика другая. Переговоры на условиях Украины. То есть, когда вы сдаетесь, когда вы объявляете капитуляцию, это тоже переговоры. Поэтому мы будем ожидать переговоров Украины, когда они будут принимать капитуляцию Москвы. И это тоже переговоры. И на этих переговорах, на этих условиях Украина... А какие условия? Уже же все. Зачем эти переговоры нужны? Все прекрасно знают. Освобождение, полное освобождение украинских земель. Дальше не надо. Только вот украинские. То, что в Чаптере ООН проведена граница Украины. То, что границы, которые проведены в Бутапештском меморандуме. Помните, такое было? Конечно. В этих границах, которые мы давали заверение, что они сохранятся. Если Украина отдаст ядерное оружие, я кидаю камень в сторону тех, которые говорят, что не Америка, никто ничего в Украине не должен никакого оружия. Должны. Был такой меморандум. Вот. И наказание виновных, наказание преступников военных и репарации пострадавшим в Украине и так далее. Дальше. Что из этого вы хотите отдать во время переговоров? Ничего. Поэтому переговоры, я думаю, уже состоялись. Украине сегодня нужна победа. Как можно быстрая победа. Для этого Украине нужно оружие. И оружие мы должны продолжать наставить на том, чтобы дали все необходимое оружие. Этот список составлен. Этот список передан в наш конгресс и в Белый дом. И генерал Залужный это уже объявлял. И министр обороны уже это объявлял, что им необходимо. И могу сказать, что это не так уж много. Не так уж много. Это капля в море. По сравнению с тем, что даже имеется на вооружении у Соединенных Штатов Америки. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok